Заболевание, которое проявляется сухостью, повышенным раздражением кожи и сильным зудом, доставляет физический и психологический дискомфорт, снижает качество жизни человека в быту, в семье и на работе, а также представляет косметические недостатки. Диагностика атопического дерматита проводится такими специалистами, как аллерголог и дерматолог. С каждым годом увеличивается число аллергических заболеваний кожи, таких как, например, атопический дерматит. Атопический дерматит – это воспалительное заболевание кожи. Главной причиной является наследственность, то есть это генетически обусловленное заболевание. Основными симптомами являются интенсивный зуд кожи, характерные проявления на коже, такие как сухость, шелушение, трещины, мокнутие, присоединение вторичной инфекции. Конечно, такие симптомы ухудшают качество жизни пациентов. Как правило, атопический дерматит начинается в раннем детстве, часто с рождения ребенка. У таких детей высокий риск развития аллергического ренита, бронхиальной астмы. С каждым годом таких пациентов у нас становится все больше. Какая профилактика данного заболевания? Такие факторы окружающей среды, как неблагоприятные условия, длинная зима, суровые климатические условия, неблагоприятные экологические факторы, они также ухудшают течение этого кожного заболевания. На эти факторы мы повлиять, к сожалению, не можем. Профилактика атопического дерматита начинается еще в период беременности, когда женщина вынашивает ребенка. В это время необходимо рационально питаться, исключать избыточное употребление аллергенных продуктов, такие как шоколад, мед, сахар, цитрусовые. Также необходимо отказываться от вредных привычек. Курение увеличивает риск развития аллергических заболеваний. Даже табачный дым, который остается на одежде, повышает риск обострения атопического дерматита у детей. Также хронический стресс, усталость усугубляет риск этого заболевания. Еще одним фактором профилактики атопического дерматита является грудное оскарбливание. Если у ребенка есть какие-то аллергические проявления, нужно кормить как можно дольше, лучше до двух лет. В принципе, это вот такая первичная профилактика. Как поступить при первых симптомах заболевания? При первых симптомах обязательно обратиться к дерматологу. Врач поставит правильный диагноз, назначит соответственное лечение и профилактику этого заболевания. Когда необходимо аллергическое обследование ребенка? В каких случаях? Если у ребенка появляются симптомы, такие как слезотечение, течение износа, если от дышка какая-то случается, кашель, то эти симптомы могут указывать на присоединение бронхиальной астмы, аллергического ринита, конъюнктивита. В этих случаях необходима консультация аллерголога. Также тяжелое течение атопического дерматита, также показания для обследования аллерголога. Кожные пробы проводятся вне обострения заболевания. В этот период также нельзя принимать противозудные препараты. Что делать, если у человека сухая кожа? Сухая кожа – это распространенная проблема. Часто обращаются пациенты с жалобами на зуд кожи, у кого сухая кожа. При атопическом дерматите у всех пациентов сухая кожа. Это тоже генетически обусловлено. Такая незащищенная кожа подвержена к проникновению аллергенов, токсинов, бактерий, то есть присоединению вторичной инфекции. И для сглаживания симптомов необходимо использование средств лечебной медицинской косметики. Эти средства увлажняют кожу, предотвращают обострение заболеваний, улучшают качество жизни. Такими средствами при атопическом дерматите нужно пользоваться постоянно. Какие рекомендации по уходу за кожей Вы можете дать пациентам с таким заболеванием? Необходимо ежедневное очищение кожи, то есть это либо душ, либо ванна. Температура воды средняя, где-то 37 градусов, ни горячая, ни холодная. Нужно использовать специальные средства, лучшие лечебные средства, медицинской косметики. Нежелательно растирание, использование мочалок для очищения кожи. После душа необходимо кожу промокнуть полотенцем и нанести увлажняющие средства лечебной косметики. Это позволяет также предотвратить обострение заболевания. К сожалению, невозможно полностью оградить себя от влияния окружающей среды. Факторы, обостряющие атопический дерматит, всегда будут присутствовать. Однако, внимательное отношение к своему организму, знание особенностей течения заболевания и своевременная профилактика позволят значительно уменьшить проявление заболевания, продлить периоды ремиссии на многие годы и повысить качество жизни. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова